МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Подведем итоги недели в ближайшие полчаса. Смотрите в выпуске. Режим ЧАЭС в регионе отменен. Лесные пожары удалось потушить. Выбираем губернатора. Сегодня для избирателей открыли свои двери 999 избирательных участков. Предварительная явка на первый день 6%. Неделя финансовой грамотности. Чему учат рязанскую молодежь, экономисты и банкиры, смотрите далее. Временно исполняющий обязанности губернатор Павел Молков отменил режим ЧАЭС в Рязанской области, оставив его лишь в Рязанском, Спасском и Калипиковском районах. Распоряжение об этом Молков выложил у себя в Селеграм-канале. Лесной пожар ликвидирован. Завершается борьба с задымлениями. Написал он. Сегодня в нескольких регионах России стартовали региональные и муниципальные выборы. Двери для избирателей открыли 999 участков. В течение 9, 10 и 11 сентября в период с 8 до 20 часов жители области смогут проголосовать на выборах губернатора Рязанской области, а в 13 районах еще и за своих представителей в органах местного самоуправления. В первые из трех дней к обеду явка избирателей составила 6%. Перед голосованием каждый избиратель проходит процедуры термометрии, а также получает одноразовую медицинскую маску и персональную авторучку для заполнения бюллетеня. Найдите время и проголосуйте. В Рязанской области продолжается неделя финансовой грамотности. О финансовой модели поведения молодежи говорили на Всероссийской научно-практической онлайн-конференции. С его организаторами выступили университеты Москвы Кирова-Томска. Все важные материалы войдут в итоговый периодический сборник докладов. Термин повышения финансовой грамотности только на первый взгляд выглядит скучным. Ну а в самом деле, неужели сейчас есть люди, кто не умеет пользоваться кредитками и онлайн-платежами? Это звучит удивительно, но таких людей много. Мошенники не дадут соврать. Причем хватает безграмотных и среди пенсионеров, и среди подростков. Именно для них все эти уроки, лекции с конференции, а она, на секундочку, всероссийская. Наша основная задача, как Павел Викторович тоже отметил на тематическом уроке, сферентировать поколение финансово-грамотных людей, для того, чтобы все, абсолютно все понимали, что можно делать, какие данные персональные можно передавать, какие нельзя. И как себя, конечно, в первую очередь, и свои средства обезопасить от тех мошенников, про которые я говорил. И начинать нужно с раннего детства. Не с детского сада, конечно, а вот с начальных классов самое то. Тем более, что практики обучения малышей финграмотности уже есть. Мы хотим с детства, сначала, с первой ступени, привить детям финансовую культуру. Изучаем, что такое деньги, какие они бывают, как ими пользуются, пластиковые карты, что они означают. На самых простых примерах формирование финансовой грамотности и финансовых отношений в семье. Вот с этого начинаем. Финансовая культура в семье. Неделю финансовой грамотности в Рязанской области в самом деле проводят не для галочки в отчетах. Это реальная возможность восполнить пробел в знаниях, причем абсолютно бесплатная. До 16 сентября мероприятий будет около 200. Анонсированная ранее встреча премьер-министра Михаила Мишустина и временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области все-таки состоялась. Но не в Рязани, о чем трубили практически все СМИ региона, а в Москве. И речь на встрече шла не только о ликвидации пожаров. Разговор с Павлом Малковым премьер Михаил Мишустин начинает с еще недавно животрепещущей темы – локализации лесных пожаров. Дым из Рязанской области тревожил не только обычных москвичей. Этим вопросом занимался лично Владимир Путин. Поводов для беспокойства сегодня нет, заявил Павел Малков. Сейчас открытого горения нет вообще нигде. Я думаю, что о полной ликвидации можно будет заявить в течение одного, ну максимум двух дней. Причем вот хочу отметить, что все тушение происходило полностью при неблагоприятной погоде. Все это время почти была сильная жара, сильный ветер, дождей не было, и так они не пошли. И справиться здесь удалось, конечно же, благодаря и вниманию президента Российской Федерации, благодаря поддержке федеральных министерств, ведомств правительства Российской Федерации и правительства Москвы. Экономика в регионе развивается, динамично. Ключевые показатели пусть ненамного, но растут. Объем отгрузки промышленной продукции 290 миллиардов рублей. Производство лекарств выросло в 2,5 раза, металлургия вдвое, аграрии снова на пороге очередных рекордов. Чтобы экономика росла, заявил Павел Малков, нужно улучшение условий жизни, но и дополнительные деньги из федерального бюджета. Например, для объектов культурной сферы. А еще точнее, на обустройство Нижнего городского сада. Помощь будет, четко пообещал Михаил Мишустин. Изменение облика исторических мест, поселений, мест, которые дороги нашим людям, ну это, наверное, одно из самых важных. То есть комфортное, разумное, правильное местоположение любимых мест и возможности проведения интересного досуга с детьми, с друзьями. Это очень важно. Поэтому, конечно, поддержим. А еще Рязань совсем скоро получит 15 новеньких машин скорой помощи и 27 школьных автобусов по госпрограмме поддержки регионов. В общем, поездка получилась весьма результативной. Как ни крути. 10 новых адмиралов пополнили троллейбусный парк Рязани. Ключи от новых машин вручили счастливым водителям. Машины уже вышли на маршрут. Наталья Алексеевна, еще будучи школьницей, увидела фильм «Троллейбус номер один». И с тех пор мечта стать водителем поселилась в ее сердце. Она даже отказалась идти в университет, несмотря на косые взгляды соседей. После 10 классов пошла работать, чтобы дождаться возраста, позволяющего отучиться на вождение. И как только возраст подошел, поступила на курсы. Мне было 19 лет. Я пришла в управление троллейбуса на курсы. Ну, отучилась и начала работать. Мне очень хотелось быть водителем. Ну, и мечту я свою исполнила. И до сих пор работаю. За 50 лет я по всем маршрутам ездила. Ну, а любимый маршрут, 16-й стал. На нем я последние 25 лет работала. Троллейбус у меня, который нам Москва подарила. На этом троллейбусе работаю. 20-27. Синенького цвета такой вот. За штурвал нового троллейбуса Наталья Алексеевна не собирается. Говорит, будет верна своему синенькому до конца. Но вот ключи от троллейбусного пополнения счастливым водителям вручала именно она. Ветеран вождения с полувековым стажем. Рад. А почему нет? Новая техника. Ну, новая техника, конечно, она более удобная. Церемония вручения нового троллейбуса. Работать легче будет, однозначно. И пассажирам будет удобно очень. В ЮСБИ работает зарядка. Это российский. А где же вы видите? Российский. А вот, там, например, было. Сейчас не видно просто там. Нет. Новые адмиралы. Современные машины, в которых есть и зарядки для телефонов, и экраны для выведения видео. Интерьер выполнен с учетом современных требований. А еще машина эта экономичная, готовая служить гораздо дольше других видов транспорта. То самое новое поколение. Если раньше ремонтировали троллейбусы при помощи кувалды, сейчас, естественно, это компьютер, это программатор, это соответствующая программная обеспечения. Нам надо вот это тоже сделать. Потому что мы сразу несколько поколений перешагнули. Надо, соответственно, эти компетенции у себя растить. Поручение обучиться всему необходимому и контролировать эксплуатацию машины Павел Молков уже дал мэру города. Здесь, Елена Борисовна, не стесняйтесь. Все, что нужно, сейчас надо полностью от начала до конца отрабатывать. Надо людей учить? Давайте учить. Нужно какие-то материалы, расходники? Давайте покупать. Оно не должно остаться просто как отдельно. Мы купили, бросили и все. Тот факт, что в последние годы Рязанский троллейбусный парк находился в упадке – секрет поля Шинеля. И эти 10 новеньких красавцев – первый шаг к возрождению. Я на самом деле про общественный транспорт. Рязани слышал много еще даже до того, как приехал сюда, в Рязань. И понятно, что его обновление – это один из приоритетов развития города и один из моих личных приоритетов. Эту проблему, этот вопрос мы точно решим. Сегодня первый шаг – передаем 10 троллейбусов. И в ближайшие дни они уже должны выйти на городские маршруты. Такое количество абсолютно новых машин впервые за последние несколько десятилетий. Сегодня ежедневно на линию выходят 75 троллейбусов, большинство из которых совсем плохи. Во времена легендарного мэра Рязани Надежды Чумаковой, вспоминает Наталья Алексеевна, ходило около 100 троллейбусов. На курсах постоянно училось по 40-50 человек. А в последние годы на курсы не принимали никого. Впрочем, скоро все будет по-другому. Я вот здесь открою сейчас небольшую тайну. Вчера после основной встречи официальной у Михаила Владимировича Мишустина я еще задержался и рассказал ему про некоторые другие проблемы и вопросы Рязанской области. И в том числе и про общественный транспорт, про то, как мы его обновляем. Ну и, конечно же, обратился еще с дополнительной просьбой помочь нам. Он поддержал и обещали выделить средства на еще 10 троллейбусов в ближайшей перспективе. То есть, кое железо пока горячо взялись за общественный транспорт, да, будем делать. Обещал помочь с троллейбусами и Петербург. В ближайшее время оттуда приедет 10 машин. Не новых, правда, но явно качественней тех, что есть сейчас. И все эти шаги ведут к современной цивилизованной модели общественного транспорта, подчеркнул Павел Малков. Это не только обновление самого транспорта, но и инфраструктуры, в том числе контактные сети, современная схема транспортного движения. Уже прорабатывается вопрос появления новых развязок, проработка маршрутов для более удобной координации жителей и гостей города. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На улице Новая ремонтники РМПТС завершают укладку нового магистрального трубопровода. Всего таких участков в городе было 10, но на этом заканчивать ремонт в компании не собираются. На пересечении улиц Новая и Попова масштабный капитальный ремонт теплотрассы. Новенькие трубы диаметром 700 мм приходят на смену конструкциям советского периода. Общая протяженность участка 768 метров. Трасса была введена в эксплуатацию в 1974 году, а последний капремонт был в 1996 году. Соответственно, трасса изношена, требуется капитальный ремонт, что сейчас и происходит. На данный момент по металлу работы выполнены уже на 90%. Сегодня планируют работы в металле закончить. Завтра планируют осуществить врезку в теплотрассу, то есть соединить. Потом идет заполнение и осуществление теплоснабжения потребителей. То есть горячая вода в домах будет уже завтра. Благоустройство участка Новая Попова конец следующей недели. И это пока последний, десятый участок, пока по ремонту в этом году. Общая протяженность магистрального трубопровода, который пошел под замену, 6,5 километров. Еще 18-20 километров. Сотрудники РМПТС правят за счет средств предприятия. В основном это квартальные сети. У нас еще дополнительно выбили финансирование на переход участка по улице Черновицкой. Это там небольшая трасса, 42 метра, но она очень изношена. Там диаметр условный 300 миллиметров и трасса 1967 года. То есть очень критично. А в связи с тем, что постоянно, как бы, видите, дороги ремонтируются в Рязани, чтобы больше не выходить на это, соответственно, сейчас сделаем переход и забудем. Также дополнительно за счет собственных средств осуществляем ремонт трубопровода на улице Павлова. Общая изношенность тепловых сетей в Рязани, по данным РМПТС, порядка 80%. Из бюджета на капремонт в этом году направили 210 миллионов рублей. В следующем году ремонт магистральных сетей продолжен. Тем временем на Северное окружное продолжают ремонтировать трассу. Министр транспорта Вадим Решетник созвал журналистов, чтобы разъяснить все интересующие вопросы. Северная окружная дорога – одна из важнейших транспортных артерий Рязани. Она связывает два крупных микрорайона города. Ежесуточно здесь проезжает более 10 тысяч автомобилей. Причем прогнозы обещают лишь увеличение транспортной нагрузки, в связи с чем и решили реконструировать. Коснулось это участка, построенного в 80-е годы. На сегодняшний день он явно не соответствует стандартам времени. По контракту к нормативу приведут участок протяженностью почти 3,5 километра. От путепровода в районе Барковского карьера до улицы Интернациональной. Помимо обновления дорожного полотна, построят новую ливневку, расширят земляное и дорожное полотно. Плюс построят велодорожки, разворотные петли, надземный переход и парковки для посетителей Барковского карьера. Если говорить про возможную структуру дороги, то она будет шириной порядка 30 метров, из которых 22, это у нас проезжая часть, с осевым барьерным ограждением и централизованной системой освещения. Также будет реализован тротуар пешеходный шириной 3 метра и велосипедная дорожка 1,5 метра со своим уникальным освещением, которое позволит велосипедистам и пешеходам перемещаться безопасно по данному объекту. В ходе пресс-конференции министру задавали разные вопросы. К примеру, на подобной встрече ровно месяц назад чиновник сообщил, что третью полосу откроют в ближайшие недели. Но со сроками вышла промашка. Пока работают всего две полосы. Спросили его и о камерах видеонаблюдения, которые поручил развернуть в рио губернатора. Объект довольно социально значимый. В настоящее время развернуто 6 единиц видеокамер, которые находятся в данном случае на этом участке. Но исходя из того, что работы смещаются с одного пикетом в другой, камера также будет передвигаться. Камера работает в гласточном режиме и имеет возможность фото- и видеозаписи. Впоследствии будет проанализировано и принято решение, как подрядчик организовал работу. Журналистов интересовало буквально все. Режим работы ночью и выходные, перенос существующих коммуникаций, линий связи, электропередач, кабелей высокого напряжения. В настоящее время в теле дороги, в полосе отвода находится довольно большое количество коммуникаций. Это линии связи, линии электропередачи, даже высокая сторона, так называемый 10 кВт. И поэтому для того, чтобы сберечь сотрудников подрядной организации, которые выполняют работы, все эти работы с насыпью производятся только в рабочее время, в светлое время. В ночное время производятся работы такие, как подвоз, грунта и подготовка рабочего места для следующего рабочего дня. Обслуживание техники и так далее. Поэтому я вам еще раз открыто утверждаю, что работы в ночное время производятся. Сейчас на объекте на четверть завершено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Продолжаются работы по уширению проезжей части. Параллельно ведется подготовка к укреплению основания дороги методом холодной регенерации. Также ведутся работы по устройству ливневой канализации. На сегодня на 80% завершена прокладка металлического футляра. На 50% укладка труб и монтаж колодцев. В целом, по проекту будет уложено 3,5 километра труб и установлено 182 колодца. В этом году, пообещал министр, откроют все четыре полосы движения. А вот благоустройством займутся уже в будущем, в 2023-м. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В суд передано дело о незаконном производстве наркотиков на территории региона. Целая лаборатория, которая функционировала в одном из районов, произвела почти полмиллиона доз синтетики. Заместителям прокурора Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Ставропольского края. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное производство наркотических средств». Обвиняемые действовали в составе организованной группы. И в декабре 2020 года в помещении частного домовладения ими была оборудована лаборатория, в которой на высокотехнологичном оборудовании в промышленных масштабах синтезировалось наркотическое средство «Мефедрон». Организаторы и два исполнителя соблюдали максимально возможные меры конспирации. Участок обнесли высоким сплошным забором. Реактивы приобретали обезличенным путем для общения и использовали зашифрованные каналы. При производстве наркотиков применялись современные системы вентиляции и дегазации. А чтобы не привлекать внимание соседей, находящихся в непосредственной близости от лаборатории, частный дом организатор поселил родственникам. Деятельность преступной группы пресекли в июне прошлого года. Оперативники вместе с сотрудниками ФСБ России и силовой поддержкой от Росгвардии нагрянули прямо на эту мефедроновую ферму. Из незаконного оборота они конфисковали более 230 килограмм синтетических наркотических средств. А это, на секундочку, около 460 тысяч разовых доз. В списке изъятого также более 10 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование для производства наркотика. Расследование уголовных дел взяли на себя следователи Следственного отделения управления ФСБ России по Рязанской области. После утверждения обвинительного заключения уголовного дела в отношении двух обвиняемых направлено в Рязанский областной суд. С третьим фигурантом заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы уголовного дела в отношении него направлены в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу. Масштабы изъятого, конечно, поражают, как, впрочем, и возможный приговор. Если вина фермеров будет доказана, обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Бани на Семена Середы снова обновились. Осень и зима, как известно, особо активный сезон, и к нему здесь подготовились основательно. Бани на Семена Середы снова готовят сюрпризы. Общественная баня – это вообще особое пространство, место для общения, отдыха и оздоровления. Барюсь уже, ну, можно сказать, с самого детства, да. Вот мое детство прошло на Урале, там меня приучили к бане, и вот здесь вот я уже практически никогда стараюсь баню не пропускать. Ну, баня – это великая вещь, она дает оздоровление организму, она улучшает настроение. И после бани ты приходишь, у тебя легкость во всем теле, понимаете. Вот никакие процедуры в спа-массажах, они не могут дать того, что дает баня. А для тех, кто имеет отношение к спорту, пусть даже не профессиональному, а таких людей в нашем городе из года в год все больше, баня и вовсе – необходимость. Коллектив у нас дружный, пар в общении, все уже старые парильщики, уже по 20-30 лет в такой, каждый свой коллектив уже. Поэтому общение, никто никого не ругается, они шумеют, все у нас обстановка, как в детском саде, они лучше. И спортсмены, мы через это прошли все, вот это уже без этого никак нельзя. Поэтому бегаю, занимаюсь физкультурой, где-то в неделю километра 8 получается, молочную кислоту снова в кости выгонять. Построенная в 1961 году, баня на Семену Середы только в прошлом году получила новую жизнь. Ее отремонтировали, восстановили, полностью заменили лавочки и палаты в парных. Конечно, баня преобразилась, это вне всяких сомнений. Но главное достоинство бани – это все-таки парилка. Парилка, я должен сказать, что одна из лучших, если не самая лучшая в городе. Я-то в каких-то банях не был в Москве, и в Сандунах, и Новослободске, и Коптевске. Ну, хорошие бани, да, но должен сказать, что наши не хуже. Полностью заменили в бане и дымоход, что тут же ощутили посетители. Печка, все обновили, она вон, заходишь красный, то надо для парилки пар подавать батаза, а тут бросаешь, 10 кружек бросаешь и хватает, все. Ну, поэтому, чтобы было для души, для тела. Тем, кто в общественной бане бывал, рассказывать о ее преимуществах не нужно. Это пар, которого не достичь в частной бане. Парное сердце бани, и люди идут только из-за пара сюда. Тут печь очень большая, каменка. В ней очень большое количество камня заложено. И, то есть, там где-то 2,5-3 тонны камня заложено в печь. И при нагреве ее, то есть, в парной, когда поддаешь, сухой пар получается, и очень легко дышать. Ну, и как бы температура русской бани. Кто такие особые парильщики, спортсмены, они... Ну, очень любят общественную баню и большую печь. В начале лета для удобства посетителей ввели систему абонементов. Практика показала, что люди системой пользуются. Ведь выгода на разовое посещение получается в районе 25% от цены. Потому, задуманную как летнюю акцию, возможность приобрести абонемент продлят. А теперь прогноз погоды на выходные и будущую неделю. Новости хорошие. Нас ожидает бабье лето. В предстоящие выходные дни погоду в Рязанской области будет определять скандинавский антициклон, который с пятницы по воскресенье обеспечит спокойную погоду. Вероятность дождей будет минимальной. Будет отмечаться большой суточный ход температуры воздуха. Ночью температура воздуха от 0 до 5 градусов. Местами по области ожидаются заморозки до минус 2 градусов. В дневные часы воздух сможет неплохо прогреться от 14 до 17 градусов. Ветер будет слабым. В начале следующей недели скажется влияние южного циклона. Ночи станут чуть теплее до 9 градусов. А вот дневную температуру ограничит облачность. Теплее 15 градусов она вряд ли поднимется. Пройдут небольшие дожди. Юго-восточный ветер усилится до 15 метров в секунду. Среднесуточная температура окажется ниже нормы. За счет ночного выхолаживания. 10 по 12 сентября в 1944 и 1950 годах воздух прогревался до 33 градусов. И до сих пор это был температурный рекорд за весь период метеонаблюдений. В этом году, конечно, до таких подарков погоды вряд ли дойдет. Но приятная мягкая осенняя атмосфера нам обеспечена. Камчатка славится вулканами, гейзерами и морепродуктами. Выставка продажей «Край рыбы» Камчатская обеспечивает клиентов самым свежим. Именно тем продуктом. И никакой многонедельной транспортировки и длительного хранения. Только свежее. И убедились в этом уже многие рязанцы. Особое местоположение, близость моря с его роскошными дарами делают Камчатский край одним из важнейших поставщиков морепродуктов и морских деликатесов на мировой рынок. Красная рыба не только вкуснейший деликатес, но один из самых ценных продуктов для человеческого организма. Вкуснятина. Да? Да. Как вы пробовали, какая больше самая? Вот белорыбца. Три года служила на Камчатке с мужем. Сама делала. Он мне вот такие рыбы приносил, ходил на рыбалку. И, в общем, короче говоря, и покупал эту продукцию. И знаю, что лучше Камчатской продукции нет. Красная рыба отличается превосходными вкусовыми качествами, нежной консистенцией, эстетичным видом, полезным воздействием на организм. Диетологи советуют употреблять красную рыбу ежедневно, ведь она замедляет процесс остарения, укрепляет волосы и ногти, омолаживает кожу. На Камчатке водится множество разновидностей красной рыбы – чавыча, кижуч, кета, нерка и другие. И все это разнообразие на прилавке, выставке, продаже в Рязани. Продукт вкусен в любом виде. Вы можете приобрести копченую, маринованную или соленую рыбу. Мне она понравилась, потому что я пробовала у других эту рыбу. Она вкусная и считаю, что полезная. Что вы сегодня себе приобрели по вашему вкусу? Я чавычу и белорыбицу. Чавыч, как считает, король лососевых. А белорыбицу надо попробовать. Продукция нравится и мне, и моим детям. Ну, цены – ничего. Можно себе позволить, когда вкусно. Деликатесы на праздничный стол. Это очень здорово. Я брала чавычу, брала белорыбицу, брала икру, брала кижич, брала. Ну, может, забыла, что... Качество. Очень вкусная продукция. Всегда хорошего качества, свежая. Даже в жару никогда на плохую продукцию не попадала. Нравится? Я красную рыбу всегда беру. В общем, каждый приезд их я всегда здесь. Красную икру добывают из лососевых видов рыб, которых в больших количествах вылавливают на Камчатке. Качественный продукт выглядит весьма презентабельно. Икринки одного размера и цвета, ровные, неповрежденные, легко отделяющиеся одна от другой. Именно такую продукцию можно приобрести возле торгового центра «Премьер» до 10 сентября включительно. Напомню, что партнером программы «Неделя города» является выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Я же прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин